Первая знакомительная встреча участников сессии. Специалисты из 10 субъектов Сибирского федерального округа два дня будут оценивать социальный комфорт жителей Приангария и представят свои лучшие практики. Обмен опытом и развитие территории – приоритет организации. В Российской Федерации к нам для внедрения регионального социального стандарта присоединилось уже больше 75 субъектов Российской Федерации. Мы надеемся, что до конца года количество субъектов достигнет 89. Внедрение регионального социального стандарта позволяет нам выровнять социальную сферу, и это, безусловно, влияет непосредственно на рейтинг по качеству жизни. Президент страны определил главную национальную цель – повышение качества жизни россиян. Приангария не осталась стороне. Планы глобальные отмечает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Необходимое развитие туризма, восстановление объектов культурного наследия, сохранение экологии и многое другое. Но по просьбам жителей региона власти определили самые приоритетные сферы. Когда национальные и социальные инициативы формируются в регионах, мы же видим обратную связь. По крайней мере, два таких социальных министерства, которые сегодня жители просят обратную связь и улучшить качество жизни – это здравоохранение и образование. Сейчас Иркутская область – единственный субъект нашего федерального округа, где уже внедрён Институт регионального сервисного уполномоченного. Его миссия – помощь в взаимодействии жителей с органами власти. Так, задача на 2024 год реализовать все 13 положений регионального социального стандарта – от стратегии развития до оценки качества всех сверхприангарий и СФО. Дарья Пастушенко, Константин Синицын. Новости сейчас.